Ома Гьяна Тимиранда Сьян Продолжение следует... 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 Тогда как в самом документе есть 14 целей, причем несколько из них содержат несколько подпунктов. И чем интересен этот документ? Тем, что он дает очень широкое представление о миссии, о том, что хотел Шилы Праупады, что он от нас хотел. Сад Сваруб Махарач, который был свидетелем и участником этих явлений, в биографии Шилы Праупады пишет, что тогда, в июле 1966 года, в Нью-Йорке была зарегистрирована неочередная религиозная организация. Он очень четко подчеркивает, что у Шилы Праупады не было этого видения очередную организацию создать, которая будет какие-то очередные свои проблемы решать. Изначальное видение Шилы Праупады было гораздо более широким. К сожалению, мы в силу узости своего сознания имеем тенденцию утрачивать эту широту. Мы все время заужаем, пытаясь все свести к каким-то утилитарным вещам. И очень хорошо и правильно, освежающе для души, бывает вернуться к этим основополагающим документам. Сад Сваруб Махарач, вспоминая об атмосфере, которая царила тогда в маленьком магазинчике, с которого начиналось Международное общество сознания Кришны, говорит о том, что первые войснавы, собравшиеся там, чувствовали, что они присутствуют при историческом явлении. Это историческое явление заключалось в том, что движение или энергию, которую вкладывал Шилы Праупады в это движение, нужна была не для того, чтобы в очередной раз создать какую-то секту, которая только осложнит ситуацию в этом мире. Что греха таить? Этот мир разрывается по идеологическим принципам, по идеологическим каким-то ссорам. Одни говорят так, другие говорят так. И в результате этого конфликты только нарастают. Это поразительная вещь. Религия должна, вся религия, все религии говорят о том, что их задача принести мир. Но удивительным образом религии приносят раздор в этот мир. Потому что люди, принимая какую-то идеологию, принимая некое учение, особенно в наш век, начинают противопоставлять его другим учениям. И вместо того, чтобы уменьшить количество конфликтов, религия вольно или невольно провоцирует новые конфликты. Люди начинают сражаться друг с другом, разлад возникает в семьях, разлад возникает между друзьями, которые были когда-то очень близки по идеологическим принципам. Так вот, Сила Праупада безусловно не хотела этого. Как этого избежать, это на самом деле не такая простая задача. Но мне хотелось объяснить идею, которую Сила Праупада закладывал. Как не создавать очередное учение, которое будет находиться в состоянии перманентной войны со всеми остальными учениями. Который будет вечно с пеной у рта отстаивать свою правоту и одновременно с этим осуждать последователей всех остальных учений на вечные муки и на проклятие, на все что угодно. И тем не менее, дать определенное, конкретное учение, как вычленить этот универсальный компонент, который объединяет все духовные движения и одновременно с этим не потерять уникальности. Очень часто в этом мире люди, они сталкиваются именно с этой дилеммой. И это один из основных конфликтов современности. Если мы возьмем либеральный Запад, то либеральный Запад проповедует эту всеядность, терпимость, всепринятие, отсутствие каких-то принципов и в конечном счете моральный релятивизм. Проблема, на первый взгляд, хорошая вещь, как бы все правы, все хорошо, мы принимаем всех. Но в конце концов, это все сводится к тому, что утрачивается нравственный камертон, что нравственность разжижается до состояния чего-то абсолютно не имеющего никакого фундамента. Все хорошо. Твоя религия хороша и моя религия хороша. В чем моя религия? В том, чтобы нарушать все принципы и законы Бога и человека, лишь бы это не мешало никому другому. В этом проблема, в этом беда. Этот либерализм, либеральная гуманистическая философия в конце концов устраняет из жизни человека какую-то ясную моральную нравственную основу. Закон Бога, по которому построен этот Бог и мы сами, утрачивается, разжижается до состояния неких относительных истин, которые постоянно-постоянно ревизуются. И в конце концов все законы уничтожаются. Это одна сторона или один полюс. Другой полюс, если мы возьмем, это некие фанатичные, ультраправые, ультраконсервативные движения, которые, как некая реакция на засилье либерализма размытого, пытаются утвердить истинность только определенного, конкретного, очень узкого пути. Только это правильно, все остальное неправильно. И если кто-то отклоняется от этого, то единственное правильное отношение к таким людям – это пытаться так или иначе наставить их на путь истинный, вплоть до насильственных методов. И когда перед разумным человеком встает такая альтернатива, он понимает, что он не может отдать свое сердце ни одному, ни другому представлению. Разумный человек понимает, что в этом выборе невозможно выбрать. Ни то, ни другое не умещается в уме. У нас есть, с одной стороны, понимание того, что мы должны жить в соответствии с высокими моральными принципами, и значит, у этих моральных принципов должен быть фундамент. Это значит, что они не могут все время разжижаться, размываться и превращаться в какой-то абсурд. А с другой стороны, у нас все внутри бунтует, когда нам говорят, что есть только один путь, одна истина и все остальное неверно. И малейшее отклонение от этой истины приведет к вечному осуждению. С этим тоже нормальный, рациональный человек согласиться не может. Где найти эту золотую середину? Так вот, документ, о котором мне хотелось сказать несколько слов буквально. А я много-много недель провел в размышлениях над этим документом. Он писал какие-то комментарии, пытался в практике силы праупады, в его словах искать подтверждение и объяснение того, что он вкладывает в это. Этот документ объясняет золотую середину. Каким образом избежать в вопросах веры, религии, идеологии, с одной стороны, страшного, жуткого, душеразрушающего фанатизма, а с другой стороны, не менее жуткого, разлагающего душу релятивизма. Что нужно делать и как? И об этом мне хочется с вами поговорить сегодня. Мне только что принесли как раз этот документ с какими-то написанными комментариями. Он представляет собой достаточно солидный труд. 50 с лишним страниц, а 4 мелким шрифтом. Я смогу коснуться только каких-то основных положений. Как я уже сказал, в нем есть 14 пунктов основных. И 6 первых пунктов этого документа касаются внешней миссии общества сознания Кришны или того, что мы должны делать по отношению к обществу, в котором мы живем. Шрила Прабхупада мыслил себя как человека, как любой другой святой, живущий в мире. Он не мыслил себя отдельно от этого мира. Он пытался дать людям определенный путь, понимая, что люди страдают, отклоняясь все дальше и дальше от Бога. Единственное, что им двигало, это сострадание. Есть множество историй, когда Шрила Прабхупада реально плакал, глядя на обычных людей. Плакал, потому что сердце его сжималось от боли, когда он видел боль других людей. Одна из таких историй, это когда он увидел жуткие электрички в Бомбее. В Бомбее, огромном мегаполисе, одном из самых больших городов мира, грязным, перенаселенным, с населением в 15 миллионов человек, главным средством сообщения являются электропоезда. Когда Бомбей растянулся вдоль побережья на многие-многие километры, люди путешествуют в этих электропоездах по два, иногда даже три часа, для того, чтобы добраться из дома до места работы. И поезда эти набиты битком, так как никому из нас не снилось. Мне однажды пришлось путешествовать в таком поезде в час пик. Я до сих пор считаю это самым большим чудом, что я выжил. Потому что они набиты настолько туго, что там практически невозможно дышать. Чтобы забраться туда, нужно выдохнуть, и потом не дышать все время, тем более, что дышать нечем. И рассказывает, что когда Шила Прабхупада, путешествуя на машине вдоль железной дороги, и видя, как огромные толпы людей штурмуют эти электрички и набиваются туда утром и вечером для того, чтобы провести в этих поездах существенную часть своей жизни, заплакал. Он заплакал, потому что сердце его не могло смириться с тем, что редкий дар человеческой жизни, в которой мы можем понять высший смысл, понять удивительные вещи, обрести, в конце концов, любовь к Богу, самое ценное, что есть. Люди растрачивают на то, чтобы ездить в этих грязных, битком набитых поездах. И ради этого он думал и мечтал, чтобы создать какое-то общество. И в конце концов, ровно 50 лет назад, в 1966 году, зарегистрировал это общество. И, как я уже сказал, первые шесть пунктов относятся к тому, что мы можем и должны делать по отношению к людям этого мира. И самый первый пункт, может быть, самый важный пункт этой программы гласит, что наше общество должно пытаться помочь людям восстановить нарушенный баланс. И баланс этот, Шила Пропада, удивительным образом, очень кратко, но очень глубоко и емко объясняет, что является причиной нарушения этого баланса. Он объясняет, что причиной нарушения баланса как в нашей индивидуальной жизни, так и в жизни всего общества является непонимание того, что человек представляет собой очень сложное триединство, что человек — это сочетание духовного начала, тонкоматериального ума и грубоматериального физического тела. и что человек является, что это единство неразрывно. Беда современной цивилизации, науки, идеологии заключается в том, что самое главное в этом триединстве забывается. Ошибка делается в первом действии. Забывается о том, что в конце концов я душа, у которой есть ум и тело. Обычно люди, если вы спросите их, кто вы, они скажут, я тело, у которого есть душа, в лучшем случае. Даже люди, которые верят в душу и в Бога, они скажут, у меня есть душа, тогда как сама по себе эта формула неправильная, не у меня есть душа, я есть душа, у меня есть тело. У меня есть рука, у меня есть нога, у меня есть нос. Но когда у меня спрашивают, кто я, я показываю куда, я показываю сюда. Я не показываю на свой нос и не показываю на свою голову. Я показываю в то самое место, в котором в соответствии с физическими писаниями находится душа, свое сердце. И Сила Прабхупада объясняет нам, что когда люди забывают об этих трех компонентах, то неминуемо начинает нарушаться баланс. Если я считаю себя телом и смысл своей жизни вижу в том, чтобы удовлетворять без конца ненасытные потребности своих чувств, то баланс будет нарушаться в моей жизни и в жизни всего человечества. Потому что я никогда не смогу почувствовать удовлетворение. Мои материальные запросы будут постоянно расти. Это будет приводить к тому, что будет возникать экологический кризис, будут возникать войны, жадность человеческая будет разрастаться бесконечно. По этой простой причине коммунистическая идея рухнула. Идея сама была хорошая. Человек человеку друг. Давайте заниматься тем, для чего мы созданы. Давайте любить друг друга. Давайте поделимся поровну. Замечательная идея. Почему она рухнула? Потому что эту идею попытались поместить на материальный фундамент. А на материальном фундаменте она не может выстоять. Вынули у нее из-под ног настоящий духовный фундамент. На духовном уровне, когда человек понимает, что это душа, то он начинает жить по-другому. Вместо того, чтобы расширять сферу своего наслаждения, сферу деятельности своих чувств, он начинает сужать ее. И это сужение сферы деятельности чувств одновременно с расширением духовности приводит к тому, что человек становится счастлив и в мире воцаряется гармония. Но когда я пытаюсь отождествлять себя либо с телом, либо с умом, с потребностями, эмоциональными потребностями своего ума или еще чего-то, то заведомо эта формула, которая приведет к краху. И то, что мы видим сейчас в современном обществе, результат ошибки в первом действии. Люди все хотят быть счастливыми, но, к сожалению, они не понимают, что значит быть счастливым. А счастливым значит понимать, кто я для начала. Это минимальное условие счастья. Человек никогда не сможет быть счастлив, если он не понимает, кто он. Его концепция счастья, понимание счастья будет противоречить самой природе его. Только если я пойму, что я частица духа, которая не обязательно должна бесконечно расширять сферу своих чувственных наслаждений, удовлетворять их постольку-поскольку, расширяя то, что нужно расширять, духовные потребности, духовную природу свою, только в этом случае может вернуться этот баланс. И когда человек понимает триединство, это поразительная вещь, это формула силы праупады, когда человек понимает, что он есть тело, ум и прежде всего душа. Не просто тело, не просто ум и не просто душа, но душа, у которой есть физическое тело и тонкоматериальный ум, то в этом случае он может быть счастлив, он может установить равновесие в своей собственной жизни, потому что это истина. Если я совершил ошибку в первом действии, то как бы я ни пытался быть счастливым, я никогда не смогу стать счастливым. Люди думали, искренне думали, что когда у нас будет химия, когда урожаи будут больше, когда еще что-то будет, то все станут счастливыми. Пожалуйста, сейчас у нас есть химия, у нас есть удобрения, у нас есть генетически модифицированные растения, которые приносят гораздо больше урожай, но в результате у нас нет физических сил, у нас нет ментальных сил, эмоциональных сил тоже нет. Люди становятся все более и более слабыми. Почему? Потому что источником силы является душа. Иссила Праупада, описывая этот принцип, говорит, что когда люди поймут это, одновременно с этим, они утратят необходимость сражаться друг с другом. Потому что люди ссорятся, сражаются друг с другом, устраивают войны, дерутся по одной простой причине, по одному недоразумению, потому что они думают, что нам чего-то не хватит. Мире Бога, если мы живем как духовные существа, всем всего хватит. Когда я летаю на самолете и смотрю на Землю, я всякий раз поражаюсь менталитету дефицита, который заставляет людей считать, что Земля не выдержит такого большого количества людей. Земля пустая, Земля выдержит огромное количество людей, которые могут жить в мире. И более того, сама эта система будет саморегулироваться по своим законам. Нам не нужно беспокоиться об этом. Нам не нужно пытаться придумывать какие-то человеконенавистнические теории уничтожения, потому что якобы Земля не может вынести ничего. Нет. Единственное, что нам нужно понять, что мы все дети одного отца, что мы все души, и что нам не о чем спорить. Что всем всего хватит в этом мире. И Бог устроил так все, что мы можем жить счастливо и здесь, и не беспокоиться ни о чем. Но когда я расширяю постоянно свои способности, это был любопытный лозунг, который был записан в программу Коммунистической партии Советского Союза. Я много раз давал экзамен по научному коммунизму, по истории КПСС и так далее. И до сих пор этот пункт врезался мне в память. Постоянно, нет, все больше и больше удовлетворять все возрастающие потребности советских людей. Представляете, какая идиллия? Потребности все возрастают, и они все больше и больше удовлетворяются. Потребности растут, мы их удовлетворяем, они еще растут, а мы их еще удовлетворяем. Но в этой формуле люди будут ссориться, потому что их потребности будут постоянно сталкиваться друг с другом. Без необходимости. Это не потребности. Потребность – это нечто насущное. А по-настоящему понять свои потребности и свести их к разумному минимуму человек может, только если он поймет, кто я. Я есть душа. Ишила Праупада поэтому пишет, что если люди поймут эту простую истину, я есть душа. И душа не имеет никаких внешних обозначений. Душа не имеет никаких внешних принадлежностей. Душа в американце та же самая, что и душа в русском. И более того, душа в каком-то животном – это тоже душа, она частица Бога. Нам это сложно представить, но такова ведическая философия, очень последовательно и научно доказывающая эту истину. Частица Духа одинаковая во всех. И если мы сумеем увидеть, что все живые существа являются душами, то мы поймем, что нам не о чем ссориться друг с другом, что нам не о чем спорить. И поэтому Шила Праупада ставит этот пункт первым. И он говорит, что это не просто теория. За этим утверждением, из этого утверждения вытекает гармоничный и органичный образ жизни. Образ жизни, который позволяет человеку быть счастливым здесь, в этом мире. Он называет это «спиритчал техник». Спиритчал техник или духовной техникой, духовной практикой. И эта духовная практика – это всего лишь навсего. Целый спектр различных, очень практичных вещей, которые Шила Праупада называл как «духовное решение материальных проблем». Он объяснял, что какую бы проблему этого мира мы не взяли, мы сможем найти ключ к этой проблеме, возвращаясь к этому изначальному тезису «Я есть не тело, я есть душа». И если мы поймем эту простую вещь, у нас в руках появится могущественный ключ, который мы можем раскрыть любую проблему, какую бы проблему современности мы не взяли, в конце концов, ее корни в том, что люди не понимают, что они душа. Будь то преступность, будь то наркомания, будь то проституция, будь то распространение различных извращенных форм секса, будь то покинутые дети, алкоголизм, разрушенные семьи. В конце концов, можно докопаться до этого корня непонимания того, что я душа, и непонимания того, как жить как душа. Что это реально значит? Жить здесь, как душа. Поэтому Шила Прабхупада в этом пункте программы говорит «spiritual techniques», практические методы реализации духовной истины. «Я есть душа». И неустанно, без устали, снова и снова он повторял этот момент. «Вы не тело, вы душа». Научитесь жить теперь, как душа. И тогда только можно будет решить все сложные проблемы этого мира. Это первый пункт программы Шилы Прабхупады. И сразу же во втором пункте Шила Прабхупада делает потрясающую вещь. На самом деле, если мы будем глубоко вчитываться в смысл этой его программы, мы откроем для себя бездонную бездну. Удивительные вещи. Шила Прабхупада размышлял над этими идеями десятилетиями. Впервые эта программа была сформулирована, когда он задумывал основать Лигу преданных в Джанси в начале 50-х годов. И до этого он размышлял над этим, писал какие-то эссе, публиковал их в журнале «Back to Godhead», который сам же печатал и распространял. В конце концов, в последней редакции все эти идеи изложены были им в уставе Международного общества сознания Кришны и потом нашли отражение в практике. И второй пункт, вторая мысль, которую он говорит, не менее могущественная, чем первая. Он говорит, что вторая наша цель помочь людям понять, что Бог является личностью. И что эта личность описана в Бхагавадгите. Две вещи он говорит в этом втором пункте. Он говорит, что и это опять же поможет людям объединиться. Это поразительная по своей сути мысль, потому что люди думают обычно, что разные религиозные течения и группы сражаются друг с другом именно потому, что у них есть представление о Боге как о личности. Начиная со знаменитой речи Вивикананды в 1893 году на конгрессе религий в Чикаго, когда Вивикананда по сути дела открыл людям Запада, культурным, интеллигентным людям Запада глаза на ведическую философию. Начиная с этой знаменитой речи, все прогрессивные философы, мыслители Запада думали, что именно эта имперсональная концепция Адвайта Адвайта Веданте, о которой говорил Вивикананда ключ, что именно она поможет найти какое-то универсальное решение. Со времен его речи появилось множество последователей его, которые так или иначе пытались синтезировать религии. Госпожа Блаватская одна из них с ее тайной доктриной и с ее попыткой синкретизма свести учение всех религий к одному. Но мы видим, что эти попытки раз за разом оканчивались неудачей. Шилопраупад очень смело, очень решительно и в высшей степени принципиально идет против этого утверждения и говорит, что на самом деле по-настоящему если мы поймем как Бхагавадгита объясняет личность Бога, мы поймем, что нам не нужно ни о чем спорить. Потому что это объяснение личности Бога, данное в Бхагавадгите и есть уже синтез различных концепций и представлений о Боге. Практически любой человек прочитав это объяснение согласится с ним. Он не будет спорить, если он немножечко снимет шоры со своих глаз и попытается понять о чем идет речь. Потому что Бхагавадгита дает полное объяснение личности снимающие все противоречия. Бхагавадгита описывает личность Бога на разных уровнях. И какой бы религии человек не следовал, он может найти отклик. Его представления о Боге могут найти отклик в этих разных уровнях. и он может увидеть всю эту систему, за которой в конце концов стоит всепривлекающая личность Бога, которую мы называем Кришной, потому что он всепривлекающий. В конце концов все люди в общем-то согласятся с этим, что Бог привлекает всех, и разные люди находятся на разных этапах, на разных ступенях восхождения к Нему. И эта всепривлекающая личность Бога, она может по-настоящему стать центром, если мы по-настоящему начнем уважать друг друга, если мы поймем, что другие люди тоже в конце концов стремятся к тому же Богу. Что не то, что наша религия правильная, все остальные религии неправильные. Понятно, что наша религия правильная по определению. потому что она наша. Или, как сказал остроумный человек один, понятно, что наша религия самая правильная, потому что мы признаем, что все остальные тоже правильные. Но это все глупость. На самом деле суть не в этом. Суть не в том, чтобы когда мы говорим, что мы самые правильные, мы неправы. В тот самый момент, когда я говорю, что только я прав, все остальные неправы, становлюсь неправым, потому что мной движет гордыня. Сила Праупада, когда у него спрашивали, когда ему бросали вызов во время его выступлений, о том, считаете ли вы себя самым высшим, когда он рассказывал о системе варнашами, Сила Праупада говорил, нет, я самый низший, я слуга всех. И в Бхагавадгите Кришна говорит о том же самом, Кришна говорит, что смиренный Браман, человек, обладающий настоящим знанием и вместе с этим смирением, он начинает одинаково смотреть на всех живые существа. И он видит, что все живые существа в конце концов стремятся к Богу. Кто-то безусловно пытается отойти от него, об этом Кришна тоже говорит, есть демонические живые существа, но по крайней мере он видит универсальные принципы. И он видит, что если люди пытаются развивать себе милосердие, сострадание, если люди пытаются развивать чистоту, уважение, правдивость, аскетизм, как-то ограничивают себя, то эти люди стремятся к Богу. Это универсальные принципы, не имеющие никакой сектантской подосновы. В первой песне Шимадбхагватам говорится о четырех универсальных принципах религии. И если человек строит свою жизнь на основе этих принципов правдивости, милосердия, чистоты, аскетизма, если человек строит свою жизнь на этих принципах, то он станет ближе к Богу. В этом суть, универсальная суть дармы. И постепенно, постепенно, поднимаясь по этим ступенькам лестницы, притянутой изначальной притягательностью Кришны, он сможет увидеть Кришну. В Бхагавадгите Кришна описывает разные уровни понимания себя. Он описывает им персональное понимание себя и говорит, что да, на каком-то уровне это нормально. Он описывает понимание себя в виде энергии этого мира, когда человек, глядя на этот мир, может понять, что за всем этим стоит личность Бога. И в конце концов, в самом высоком он описывает свое присутствие, все присутствие в этом мире, имманентное присутствие себя в этом мире, и в то же самое время свое существование вне этого мира, не только для этого мира, но и вне этого мира. И одновременно с этим Кришна в 10 главе Бхагавадгиты описывает свою вечно привлекательную личность, бесконечную красоту, искры которой, искры великолепие, которое мы можем видеть здесь, в этом мире, во всем удивительном, что привлекает нас здесь. И потом в 11 главе Бхагавадгиты Кришна дает серию явлений, которые объясняют в сущности разные концепции Бога. Вселенскую форму пантеистическую, как думают некоторые люди, или всемогущую четырехрукую форму, или в конце концов двурукую форму Бога, когда Арджуна говорит покажи мне эту самую прекрасную форму, которая тянется в мое сердце. И это второй пункт, где Шила Праупада говорит две вещи есть. Личность Бога, которая включает в себя все, потому что это самое полное описание Бога. Когда мы говорим, что Бог безличен, то мы отрезаем от Бога огромную часть реальности и огромная часть реальности становится иллюзией. Утверждая, что за всем этим стоит некая имперсональная истина, мы не сводим до состояния иллюзии человеческие эмоции, любовь, нравственность, сострадание. Все это в конечном счете не имеет никакого смысла. Но если мы понимаем, что Бог личность, то все то, что есть у нас, мы можем использовать в отношениях с этим Богом. Ничего отрезать не надо. Любовь, сострадание нашего сердца одухотворяются в отношениях с этой личностью. Не осуждаются, как это делают, к сожалению, в некоторых религиях, осуждая заведомо любые проявления человеческой природы. Нет. Если мы понимаем, что Бог личность, то мы можем использовать все свое существо в служении Богу. Это второй пункт, удивительный, абсолютно гениальный пункт, как он сформулирован в программе Шилы Прабхупады. Пункт, который я не знаю, когда мы сможем реализовать, когда мы сможем по-настоящему так объяснять людям Бхагавадгиту, чтобы люди поняли это. Разумеется, Шилы Прабхупады уже сделала это в своих книгах, в своей Бхагавадгите, и нам остается просто смиренно, сложив ладони, просить людей, почитайте, не закрывайтесь, вы очень многое поймете. Я помню, для меня самым трогательным отзывом на Бхагавадгиту было письмо, которое еще в 90-е годы прислали несколько женщин, они сказали, мы прочитали Бхагавадгиту, теперь мы лучше понимаем Библию, и мы стали еще лучше практиковать то, что написано в Библии. И это очень сильно тронуло меня, люди не закрылись, они прочитали и смогли увидеть что-то, чего они не видели раньше. И это то, что Бхагавадгита может дать, то, для чего она собственно и дана была Кришной, всему человечеству, не какой-то отдельной группе людей. Поэтому Сила Парупада говорит личность Бога и Бхагавадгита. Как эта личность описана в Бхагавадгите. Это второй пункт его программы. И наконец, третий пункт его программы это понимание того, что нас всех связывает с Богом отношение служения. То, что в конце концов мы все слуги Бога. Это тоже универсальная истина. Сила Парупада снова и снова подчеркивает этот научный универсальный характер учения Бхагавадгиты. Мы все слуги Бога. Это справедливо по отношению ко всем. Не важно, какую одежду мы носим, не важно, какие внешние знаки есть на нас. Мы остаемся слугами, всегда останемся в любой одежде, с любой религиозной принадлежностью. И этот факт простой и такой сложный для понимания факт может по-настоящему объединить людей. Если я буду считать себя слугой, когда я считаю себя господином, считаю себя вправе эксплуатировать других людей, то тогда, разумеется, ни о каком объединении речи не может быть. Как бы мы не осуждали эксплуатацию внешне, изнутри наше желание эксплуатировать будет проявляться в разных формах, подчас завуалированных, извращенных. Я никогда не почувствую своего равенства с другими живыми существами, если я не пойму своего высшего равенства перед Богом. Когда мы только смотрим на другие живые существа, не понимаем, что Бог бесконечно могущественная личность, мы никогда не сможем по-настоящему почувствовать равенство, связывающее нас. Только перед Богом мы сможем быть все равны. Все наши таланты, преимущества, превосходства, поставленные рядом с масштабом Бога, становятся абсолютно ничтожными и незначительными. Я ничуть не лучше никого другого. Единственный, кто лучше, это Бог. Все остальные только хуже. Ну, то есть одинаковые. перед Богом мы все равны. И Сила Павпада объясняет этот принцип служения. Сколько раз он говорил о нем. Я слуга, я всегда слуга. Даже если мне некому служить, я буду служить кошке, я буду служить собаке, я буду служить комнатным цветам. Кому-то я служить должен. Эту природу невозможно уничтожить. Все остальное будет перечеркнуто. Все остальные мои достижения будут сведены на нет вместе со смертью. Моя природа слуги вечная и неизменная. И поэтому Шила Павпада закладывает этот третий пункт программы объединения человечества. Снова и снова он говорит об этом. Нам не о чем спорить, нам не о чем ссориться. Если мы поймем наше внутреннее единство, мы начнем уважать наши внешние различия. Если мы не поймем нашего внутреннего единства, мы всегда будем ссориться и сталкиваться друг с другом лбами по поводу внешних различий. Ничтожных. По ничтожным поводам. Всегда. И вслед за этим Шила Павпада в четвертом пункте программы говорит о том, что по-настоящему на практике реализовать эти истины в наш очень сложный век, в сложное время можно только с помощью метода, который принес сюда Господь Читания. Этот метод совместное пение. Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе, Харе, Харе Рама, Харе Рама, 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 Харе, Харе. Может возникнуть вопрос, а не является ли это внутренним противоречием? Только что вы говорили о каких-то универсальных истинах и тотчас же предлагаете в виде метода реализации этих истин какой-то частный путь. Только что вы говорили о том, что все пути, в конце концов, не все пути, но все религии, которые говорят о настоящих нравственных принципах, они делают человека ближе к Богу и тотчас же предлагаете совершенно узкий путь реализации этого. Но Шрила Павпады говорит, нет, этот путь универсален. Много раз во время своей проповеди он подтверждал, что принцип, который принес Господь Читания, это пение имен Бога. реализация этих истин проходит через то, что мы как следует внутренне понимаем свои отношения с Богом, начиная прославлять его. И если мы посмотрим на писание всех религий, мы увидим, что везде этот метод есть. Несколько лет тому назад я был в Умани. Умани это место паломничества определенной группы иудаизма, последователей иудаизма. До сих пор туда десятки тысяч последователей этого рэби, которые Уманьского рэби съезжаются туда. И главный метод их практики в том, чтобы петь имена Бога и танцевать. Они собираются вместе, поднимают руки и поют что-то вроде Харе Кришна. И при этом радуются. А потом они садятся вместе, преломляют хлеба вместе и радуются, когда вместе едят пищу, посланную Богом. И этот метод, когда люди собираются вместе, объединенные единым порывом в желании прославить одного Бога, давшего нам все, объединенные пониманием того, что через отношения с Богом мы можем разрешить все наши мучительные проблемы здесь, то радость и счастье само проявляется в сердце людей. Этот метод санкиртаны, санкиртана значит совершенная киртан, совершенная киртана это когда люди в одном настроении сходятся друг с другом, когда они понимают, что в конце концов, хотя бы на время, на несколько минут я могу отложить все свои тревоги, все свои разногласия с другими людьми, просто вместе счастливо петь святое имя, даже если это имя другой традиции, что за беда? Хотя Шилл Парупада говорил, любое имя в вашей традиции, не проблема, потому что в любой традиции этот принцип заложен. Есть замечательные стихи Осипа Мандельштама, где он формулирует этот принцип. Он говорит, он описывает Афон, и поныне на Афоне древо чудное растет, на крутом зеленом склоне имя Божие поет. В каждой радуются кельи, имя божцы музыки, имя чистое веселье, избавление от тоски. Это про нас с вами. Имя чистое веселье, избавление от тоски. И дальше он призывает нас, он говорит, всенародно, громогласно, ересь-то осуждена. Нет, всенародно, громогласно, черницы осуждены, но от ереси прекрасной мы скрываться не должны. Он говорит, что это на самом деле суть, самая суть религии, самая суть любви, имя Бога. любовь возможна только через имя, потому что любовь это личностные отношения, а личностные отношения подразумевают имя. И Сила Праупада говорит, что это универсальный способ обретения любви, а любовь раскрывает все остальное. Все остальные проблемы разрешаются сами, когда мы получаем самый ценный дар человека, любовь. это четвертый пункт программы Шилы Праупады. Пятый пункт, у меня осталось всего две минуты, несколько минут, чтобы закончить эту лекцию, я расскажу просто первые шесть пунктов, не касаясь чего-то более глубокого, первые шесть внешних пунктов. В пятом пункте Шилы Праупада объясняет, что должно возникнуть в результате этого. Он говорит, что в результате понимания того, что я душа, в результате реализации принципа служения, как вечной природы души, понимание Бога как личности, которой я должен служить, и принятие этого всеочищающего метода пения святого имени, в результате этого должно возникнуть богоцентрическое общество. Общество, в котором люди все плоды своего труда, будь они учеными, поэтами, писателями, композиторами, кем бы они ни были, приносили Кришне, Богу. Общество, в котором все могут на самом деле чувствовать этот единый центр и быть счастливы, занимая свое место на любом расстоянии от этого центра. Когда центр выставлен правильно, то человек может быть самим собой. Когда мы живем в мире, где очень много центров, где каждый человек пытается сделать себя центром, то возникает зависть, и зависть мешает человеку найти себя. Сила Павпада говорит, что естественным следствием реализации первых четырех пунктов будет формирование такого общества, где люди будут творчески проявлять свою природу. Он говорит там о том, что что бы мы ни делали, быть мы композиторы, художники, поэты, или еще что-то, все это можно делать по отношению к Богу. Реально он говорит о том, что любыми делами можно заниматься в служении Богу. В частности наукой. Ради этого Шрила Павпада создал институт Бактивиданты, куда входили его ученики и ученые. И он хотел, чтобы они проповедовали настоящую науку, науку, которая признает существование Бога и смотрит на этот мир с точки зрения простого факта того, что здесь все не случайно, за всем этим стоит Бог. Не науку, которая отрезает Бога, как ненаучную гипотезу, ссылает Бога в вечную ссылку и говорит, что Бог это вопрос веры, не вопрос науки, а науку, которая говорит, что Бог это тоже вопрос науки, но другой науки. Науки, которая признает целостную картину мира и исходит из нее. Это пятый пункт программы. Он говорит, что нам нужно показать пример. Этот принцип личного примера очень важен для силы Павпады. Мы, к сожалению, с вами что греха таить, в значительной степени остаемся теоретиками. Мы в теории знаем, я не это тело, я душа. В теории мы знаем, я слуга, Богу надо служить. В теории мы допускаем, что Бог личность. Но как реализовать это на практике очень сложно. Ишила Павпада здесь подчеркивает, что по-настоящему мы должны другим людям показать пример, как можно жить здесь, в этом мире полноценной жизнью, функционировать очень счастливо, быть очень хорошим специалистом в своей области и тем не менее оставаться здесь, вносить свой вклад, продуктивный вклад в это и тем не менее понимать, что в центре всего стоит Бог. И он сознательно подчеркивает этот момент. На своем примере мы должны это показать. К сожалению, у нас мало чем можно похвастаться. Может быть в Венгрии построен какой-то пример такого общества, где каждый человек занимается тем, что он может и приносит все это Кришне. Нам это только еще может быть предстоит реализовать, показывая на своем примере, как жить в этом мире полноценной жизнью и при этом служить Кришне. И, наконец, шестой пункт, последний, о котором я хотел бы рассказать сегодня, очень важный. У меня нет времени, чтобы говорить о нем подробно, но я хотел бы, насколько я помню, сформулировать его. Шила Праупада пишет всегда, везде, при любой возможности участвовать в формировании здоровой социальной структуры. Иначе говоря, в этом пункте Шила Праупада объясняет, что мы должны помогать сформировать здоровую социальную структуру, помогать оздоровить социальную структуру. К сожалению, даже если мы посмотрим наше общество, мы увидим огромное количество социальных проблем, которые мы принесли сюда. Дети, женщины, старики. Очень часто мы забываем о них. Детей отдаем непонятно кому, не заботимся о них по-настоящему, не можем вступать в полноценные глубокие отношения в своих семьях, разводимся. Шила Праупада говорит, что мы должны помогать другим людям сформировать здоровую социальную структуру, но для этого нам прежде всего самим у себя нужно попытаться сформировать эту здоровую социальную структуру, быть нормальным человеком, жить в нормальном здоровом социуме и пытаться оздоравливать этот социум вокруг себя. И такие замечательные программы, как Пища жизни и другие программы помогают здоровую струю внести очень часто преданные не понимают и считают например ту же самую программу пищи жизни мирской благотворительностью. Но на самом деле, если это выражение естественной природы Вайшнава, сострадательного сердца Вайшнава, если участие в этой миссии это проявление его внутреннего зова помочь другим людям. Ашила Праупада именно с этого момента, с этого пункта начал программу Пищи жизни, когда он увидел, как в отбросах роются бедные дети и ссорятся с собаками, которые тоже пытаются найти себе еду в этих отбросах. Если мы понимаем это так, как проявление, естественное проявление сострадания в сердце, и даже если его нет, просто пытаемся служить состраданию Шрила Праупада помогает другим людям, то это не мирская благотворительность, это духовная практика. И поэтому не случайно Шрила Праупада включает этот пункт в свою программу или в свой устав. Везде всегда при любой возможности участвовать в построении здоровой социальной структуры. Начиная с седьмого пункта Шрила Праупада описывает внутренние задачи нашего общества, как нам углублять себя, каким образом нам освобождать и углублять свою практику, изучая книги Госвами Вриндавана, строя наши открытые общины. Много всего интересного есть еще в этой программе, но я ограничусь. Этим у нас предстоит большая программа и самая главная изюминка этой программы КВН, который нас ожидает. я не могу задерживать никого, поэтому на этом я закончу свою лекцию еще раз, попытавшись прославить Шрилу Праупаду. он был необычным человеком, он был движим, очень глубоким состраданием ко всем нам, и он видел, как мы можем решить наши проблемы. Нам нужно только очень внимательно пытаться понять, чего он от нас хочет, и тогда наверняка эти истины проникнут в наше сердце и смогут привести нас к успеху в нашей жизни и в жизни нашего общества в целом. Спасибо большое. АПЛОДИСМЕНТЫ